По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Харизми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль САНО, созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария – Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик – Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик – Сартор Анваров. Редактор субтитров А.Семкин Наука жить достойна. Восьмая серия Позор. Никаких голосов слышно не было. Да, я тоже очень удивлен. А диссертацию, может, списал у кого-нибудь? Не думаю. Айбек эту диссертацию ни у кого не списывал. Эту тему каким-то образом Солом Набиев лично раскрыл. Но и его работа не такая полная, как у Айбека. Интересно, что же с ним теперь будет? Что будет? Опозорец. От сердечного приступа и встать потом не сможет. Да точно. Это дело ты сделал, слов нет. Ну, теперь-то за это дадите побольше? Награду-то? Да еще как побольше дам. Ха-ха-ха-ха. Рады, да? Рад, рад. Наслаждаюсь местью. Ух, хорошо. Ты, ух, открой холодильник. И принеси все, что там есть. Прямо сейчас начнем, да? Ай! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ученый совет пройдет тогда, когда нужно А что если человек, который обещал это сдать в пятницу И сегодня не принесет? Ну, может, он не успел Может, тогда перенесем на другой день? Я и сам удивлен Айбек Кадырович никогда так не делал Учитель, здравствуйте, шериф Джон, здравствуй Диссертация готова Не может быть! Не может быть! Как вы ее заново восстановили? Эй, я на протяжении десяти лет Снова и снова писал свою диссертацию И запомнил каждое в нем слово Использованную литературу Конспекты Все было у меня сохранено В общем, это дело стало моей личной борьбой Вы победили в этом бою? Соперники так и ждали, чтобы я опустил руки Чтобы снова моя докторская работа затянулась на годы Но они этого никогда не дождутся Надо что-то делать с их опозданиями Можно? Ну, конечно, можно Я уже устал переживать и ждать вас Здравствуйте, здравствуйте Можете не беспокоиться А некоторые пусть не распускают слюни до поры до времени Проигрывать в бою не для меня Диссертация полностью готова И я на тему тех самых двигателей, автомобилей и тракторов Готов защитить докторскую работу Хорошо Очень хорошо Поздравляю Как он восстановил за два дня все сгоревшее Ох Да Его сложно победить Когда я хотел использовать его жену Сказал, что это устаревший прием Смеялся надо мной Но теперь у нас нет другого выхода С прошлым любовником пусть насладится чаепитием Ой, Дин Хон Ты хочешь стать духовным убийцей? Мы станем В этом вся проблема Не мы должны Он сам должен стать Я тебе разве не говорил Привлекай больше своих людей Ну хотя бы должны быть у него завистники Но должны быть у него какие-то слабые стороны Есть Есть Когда-то он сильно боролся с коррупционерами Есть кто точит на него зуб Бери их в дело Но у Айбека тоже есть честь Если жену Увидят с прошлым любовником Каково ему будет? Иногда Мой внутренний голос Спрашивает Тебе это все нужно? Эх, я ученый Есть семья Денег вроде хватает Но есть и другой голос Почему этот человек поднимается все выше и выше по ступенькам А ты почему стоишь на одном месте Когда-то любившую и использовавшую тебя Девушку подняв до заведующего кафедры А ты как ни в чем не бывало Так и стоишь, сложа руки Этот голос мести не дает мне покоя Не дает мне покоя этот голос мести Да Обидно, наверное Каждый раз, пытаясь его столкнуть Ты сам срываешься с обрыва Когда уничтожишь Айбека И голос этот утихнет Именно поэтому на этот раз я придумал отличную идею Дружище Нету тех, кто не ломается Если не захочет, заставим сломаться Заставим Не хочет спать, усыпим Да Договорились О, здравствуйте Здравствуйте Как ты? Спасибо Вы стали очень представительным Да ты что, так сильно изменился? Годы все меняют Но ты не изменилась Такая же красивая Теперь эти слова лучше говорить о наших детях Да Твои дочери повзросли Да, растут Здравствуйте Айдин Давай сходим куда-нибудь и поговорим за чашкой кофе В эти дни очень хочется поговорить по душам с близким другом У меня много дел Доброго дня Здравствуй На этой неделе Айбекакя защищает докторскую диссертацию От всей души поздравляю Я не знал об этом Спасибо Правильно Человеку в такие радостные дни Ни к чему слушать о бедах старого друга Ну почему же Я хотела сказать После защиты диссертации посидим вместе с Айбекакя Вы ведь не чужие люди Ты что, боишься? Странные слова Почему я должна бояться? Мы доверяем друг другу Ну тогда докажи Не докажу Мадам, прошу вас Проходите, Айдин Хон Присаживайтесь Спасибо Не за что Пожалуйста Как твое здоровье? Спасибо, хорошо Как вы сами? Спасибо Будьте здоровы Спасибо Хотел вспомнить наши студенческие годы А вспоминать Вспоминать есть о чем? Да Добро пожаловать Что принести, выпить Как домашние? Да, все нормально Как твое настроение? Студенческие годы были очень счастливой порой Да Я всегда смотрел на тебя, а ты на меня нет Ваш заказ Как всегда Я не пью Нет, нет По чуть-чуть Ну в память о студенческих годах Нет, нет Я не пью Я совсем не пью Тогда что ты будешь? Кофе? Кофе 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 Что у тебя нового? Все хорошо Помнишь, когда мы были в Москве? Когда были на учебе? Так красиво шел снег Да, да, помню Пожалуйста Спасибо Может еще что-нибудь? Ага Приятного аппетита Твой кофе? Такой же горячий кофе согревал нас у московских холода Помнишь, день после экзамена? Да Тогда мы вдвоем стояли у входа в мавзолей, помнишь? Да Помнишь? Я помню Учитель Вроде бы диссертацию защищаете вы, но волнуюсь я Если не ошибаюсь, больше десяти раз прошло обсуждение И те, кто разбираются, и те, кто не разбирались Все пытались вставить свои пять копеек Один ученый говорил Да будет слава моим врагам Но в этот раз Очень большой круг Обсуждают меня немелкие колючки Входите Здравствуйте Вы Айбек Таиров? Да, я Попросили вот это вам передать Кто сказал? Сказали дать лично в руки Кто передал? Что сказал? В 303 кабинет Айбеку Таировичу от друга сказали Хорошо Давай Спасибо тебе Если спросят, скажи, что отдал в руки Хорошо Ты что думаешь, бомбу положили внутрь? Надо быть осторожным Ведь кто-то это делает специально против вас Сомневаться во всем нехорошо Сначала будет гнить внутри Все хорошо, учитель Что там? Это личное Это личное Не зря просили передать в руки Шароджинон Ты иди Делай свои дела Если будешь нужен, я позову Учитель Я не знаю, что было внутри конверта Но это точно Для того, чтобы Вывести вас из духовного равновесия Держите себя в руках, учитель Ведь завтра защита Быть добру Иди Хорошо, учитель Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Этот Никитин, кажется Не успокоится, пока не сломает Таирова Двадцать три вопроса задал Да В последнем вопросе сказал, что есть путаница в расчете А? Почему в условиях Узбекистана топливные двигатели быстро выходят из строя? В условиях Средней Азии Температура между днем и ночью имеет большое отличие Приблизительно от 20-25 градусов Поэтому в баке для топлива потихоньку накапливается вода А вода смягчает бумажный фильтр Что в итоге в большом количестве частицы пыли попадают в аппарат для топлива Поэтому, в отличие от других мест в Узбекистане Аппарат для топлива в 4-5 раз быстрее выходит из строя Таиров не сдается Свои научные изыскания доказывают очень решительно Верно Вы вот в своей научной работе использовали собственную форму Но вы в курсе, что несколько лет назад профессор Крагельский уже открыл формулу, похожую на вашу И признал весь мир Почему вы не использовали ее? Верно Формула Крагельского существует Но если сравнить ее практическую надобность То на 60-70% допущены ошибки А в формуле, разработанной мной, ошибки не превышают 6-7% Ну что ж Таиров, вы меня полностью убедили Я вас поздравляю Спасибо Просто молодец Товарищ профессор Вы уходите? Но ведь нужно пройти голосование Ну давайте обойдемся без формальности Я голосовал открыто и полностью поддерживаю кандидатуру Таирова До свидания Спасибо Диссертация Айбека Таирова Принята на 100% Я поздравляю всех нас Поздравляю Поздравляю вас Спасибо Сто процентов Сто процентов Только Айбек Таиров может так защититься Как организуем банкет? Ну хотелось бы в честной компании Никитин Акил Усманович Ученики Студенты Друзья Айбек Акио Я должна вам что-то сказать Что случилось? Не хотела портить вам настроение перед защитой Этот Эркин Так Вы были заняты защитой Он пригласил меня по старой дружбе на чашку чая Я сказала, что времени у меня нет Но он разозлил меня, сказав, что я боюсь мужа Но я сказала, что вы верите мне Все Я хотела об этом вам сказать Только чай пили? Или коньяк тоже? Какой коньяк? Вы же знаете, я не люблю спиртные напитки Я могла бы и не рассказывать все это вам Айбек Акио Вы не верите мне? Как можно вам не верить? Я просто так пошутил Учитель? Проходи Все готово И место, как вы пожелали Заказ сделан И все, кого вы хотели пригласить Приглашены Спасибо Хорошенько посидим, да? Конечно, учитель А? Это новый ученый Я... Он не только создал новый двигатель Но я уверен, что в скором будущем он... Здравствуйте Все в сборе, только меня нету, да? Здравствуйте 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 Доброго вечера Здравствуйте Проходите Я здесь для того, чтобы поздравить Айбека Таира Весь Азбекистан здесь собрался, думаю Доктор технических наук не каждый день рождается На земле, где родились Фараби, Лугбек Что будет, если каждый день родятся доктора? Ведь текущую реку не остановишь, говорят Я прав? Да, это так Айбек, дружище Когда-то по молодости Возможно Были между нами какие-то недопонимания Сегодня Мы оба состоявшиеся люди Я пришел вам от всей души пожелать успехов Вы же знаете В нашем народе есть поговорка С каким намерением придешь То и получишь в ответ Спасибо Прошу вас Спасибо Присаживайтесь Спасибо Благодарю вас Спасибо Присаживайтесь Ну, берите, берите Угощайтесь Приятного аппетита Спасибо, все хорошо Ничего Все отлично Вы ничего не берете? Вам фруктов передать? Да нет, спасибо Не утруждайте себя Вы только посмотрите А Мне дайте лучше? Нет, нет, вам не нужно На здоровье На здоровье Вот 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 Айденхон Что-то вы не в настроении Может вам налить что-нибудь? Нет, нет, спасибо У вас все хорошо? Нет, я не пью, спасибо Сегодня праздник По крайней мере, ваш муж стал доктором наук Это надо отметить Айденхон, надо поднять настроение Улыбка вам к лицу У меня хорошее настроение Да, да Простите Мне кажется, я Выпил немного лишнего Я хочу выйти Проводить вас? Сиди Извините Вы не обращайте внимания Сейчас все будет хорошо Да, берите Угощайтесь Человеку немного плохо стало Он совсем развязно ведет себя Пока ничего не случилось Пойди, проследи за ним Все под контролем, учитель Вы герой этого вечера Не обращайте внимания Не спускай с него в глаз Не спускай Хорошо Хорошо Вот эту воду Да Нальешь человеку в сером костюме Там увидишь воду А? Хорошо? Но это очень опасно Совсем не опасно Не опасно Это будет полезно для него Ни капли вреда Пойдешь и нальешь Не бойся Я боюсь Не бойся Будешь бояться Ничего не получится из тебя Страх не позволит тебе стать больше, чем ты являешься Поняла меня? И без денег Без денег Хорошо Не останешься Все понятно? Ну давай Если бы вы знали Самая вкусная дыня Простите В Узбекистане Вернулся Как сидите? Все хорошо Да-да Все в порядке Идемте Ну Пожалуйста Ну давай Пей Я соврал Официантке Что Воздействие будет медленно Потому что Какую сумму денег им не предложи Ах Уговорить их трудно А вот сейчас Минут через десять-пятнадцать Препарат начнет действовать Тебя скрутят от боли Ты Опозоришься перед всеми Боль будет такой сильной Ты не сможешь держать себя в руках И не добежишь до туалетной комнаты Как говорил мой знакомый аптекарь Так вот Когда я летел в Лондон Самолет приземлился И В это время Вдруг Ой Ах Что случилось? Прост Ах Ребят Помогите пожалуйста Что происходит? Да все нормально Да подождите Секунду Все хорошо Простите пожалуйста Что это с ним? Я не знаю А что случилось? Да я не знаю И я не знаю Не знаю что произошло Так вот Когда мы приземлились Кому ловушку подставишь Сам в нее и попадешь И все мы просто побежали из самолета Акил Усманович А мы услышим ваше пожелание? Ну что За успех Айбека будем пить? Ха-ха-ха-ха Слушаю вас Хорошо Ректор вызвал к себе Дорогой Опять вы переживаете Три года Как я защитил Свою докторскую диссертацию Три года И до сих пор До сих пор Она без дела Но и так бывает Я долго терпел Я обращался ко всем Кому только можно Но еще до того Еще до того Как я защитил свою работу Они были Против меня Да Научный совет Что принял вашу работу Как я Не надо Не делайте этого Ваши враги Ваши враги ждут Именно этого Не оставляйте свою работу На полпути Правда Все равно восторжествует Поверьте Ваши труды Еще дадут свои плоды Я верю в это Хорошо Что вы у меня есть К Саламнабиевичу Надо идти Идите Удачи вам Спасибо Я здесь Хорошо Здравствуйте О Айбек Айбек Кадырович Хорошие новости Союз Академии Тебе Дал титул Доктора наук Правда? Да Неужели дали? Дали Только что сообщили У них больше Не оставалось выбора Да победит Справедливость Неспроста Я услышал эту новость Именно от вас Спасибо, учитель Ты очень правильно поступил Всем, кто совал тебе Палки в колеса Ты утер нос А потом Доказал, что работа твоя Достойна докторского уровня Молодец Вот каким должен быть Истинный человек науки Теперь Не расслабляйся Спасибо Спасибо Айды на меня ждет Да Пойду Поделюсь с ней Этой радостью Конечно Она не меньше тебя ждала Этого дня Вместе Отметьте Это событие Замечательно Хорошего пути Спасибо еще раз Удачи Это произошло Наша страна стала независимой Мы живем в независимом государстве Можно проходить Молодым парням И девушкам нашей страны Мы должны давать знания На высочайшем уровне Конечно Мы должны учти пожелания Нашей молодежи Это так Приготовьте необходимые документы Я лично посмотрю Спасибо Здравствуйте Как поживаете Спасибо Цель моего приглашения Это несколько Несколько вопросов Хорошо На ваш взгляд Какое положение В автодорожном институте сейчас Если быть честным Уровень преподавания В нашем институте Значительно снизился Процесс обучения Как будто стал на второй план В этой ситуации Наша надежда на то Что молодежь Поможет процветать Нашему государству Будут неоправданы У всех Одинаковая заработная плата Кто как преподает Сам ли преподает Аспирант его Да никого этого не интересует Каким бы ты ни обладал званием Исходя из качества преподавания Нужно заработную плату платить Не так? Например Например 20 студентов Старшего преподавателя Своими силами Сдают экзамен на 5 А у доктора наук Эти же студенты Сдают на 3 А почему Старший педагог Получает всего половину зарплаты Того что получает доктор наук Главных руководителей курсов Надо обеспечить полезными знаниями Чтобы у них не было времени На пустые сплетни Пусть работают Только работают И если работа их не изменит Если работа их не изменит Будем принимать Другие меры Вот вы как руководитель кафедры Почему эти темы Никогда не поднимали На обсуждение ранее Например Понимаете Как вы и сказали Я всего лишь руководитель кафедры И всегда высказываю мнение По мере своих возможностей Тем более Тем более Хороших Трудно Соединить в единое А плохие Плохие легко Объединяются Понятно Проходите Присаживайтесь Пожалуйста Ну парни Говорите Айбек Кадырович Вы в курсе Про положение дел В институте Коррупция повсюду Вместо педагогов Преподают их аспиранты Да И экзамены И уроки Оставляют желать лучшего Главной целью Стало получить диплом И только Если Так будет продолжаться Что станет с институтом С нами Студентами Что будет Ваша кандидатура Выдвинута на пост Ректора Мы знаем Мы знаем Очень просим Чтобы вы не отказывались Если вам предложат Пожалуйста Учитель Я тоже согласен с ними Нашему институту Нужен руководитель Который может быть Примером Во всех отношениях Ну вы Орвей Спасибо вам За хорошие слова Но я Я никогда не буду Просить Сделать меня Ректор Если Мы напишем Письмо В министерство Высшего образования Нет Никогда Поступив так Вы Очерните Мое имя Я Не ради Власти А ради Таких как вы Молодых И амбициозных Будущих Ученых Хочу тратить Свои знания И свою жизнь Значит Вы не согласны Пусть Сначала Предложат А потом Я подумаю Учитель Если есть Такой путь Покажите нам Его И мы пойдем Да Парни Если Люди Соответствующих Организаций Сочтут меня Достойным К этой должности Я не буду против Если нет То им Виднее А теперь Идите На пару Хорошо Хорошо Извините Учитель Извините